Здравствуйте, это компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Автодом с гаражом для автомобиля. Вот такое словосочетание, да? То есть в качестве шаттла используется маленький легковой автомобиль. Сзади нас Le Voyager на базе EVECO. Это автодом, у которого сзади есть автомобиль. И автодом самый дешевый. Вот обратите внимание, 240 740 евро. В России этот автодом будет стоить порядка 300 тысяч евро. Значит, это где-то 22 миллиона рублей. Давайте сейчас очень внимательно посмотрим, что из себя представляет гараж и что из себя представляет такой автодом внутри. Итак, самый дешевый автодом с гаражом Le Voyager. Пошли смотреть. Ну вот гараж, собственно говоря. Но мы не можем сейчас посмотреть, как он открывается, посмотреть сам автомобиль, потому что, видите, на выставке все плотно и гараж открыть невозможно. Но сам гараж мы посмотреть можем. Пошли. Ну вот сюда помещается маленький двухместный смарт, да? Вот он такой гараж, да? Ну вот здесь еще традиционно можно его, наверное, помыть, да? Ну если серьезно, то сюда поступает вода. Ну да, действительно, чтобы колеса обмыть, чтобы там самому искупаться на улице, что-то там помыть грязное, то, что у вас есть. Ну вот это вот два аккумулятора установлены для автономного питания. Блок предохранителей. Это блок предохранителей 12 вольт и блок предохранителей 220 вольт. Уже катушка. Кстати, очень экономно, не надо в бау-центре покупать. Так, это инвертор, преобразующий с 12 на 220 вольт. Кстати, очень мощный инвертор. Ну, наверное, где-то на 2500-3000 ватт. Немножко напоминает на вагон плацкартный. Наверное, может быть, это еще опускается вниз, да? Ну вот автодом для четверых, вот я уже вижу. Ну, опционно, может быть, для пятерых. Ну, вот это вот ниспадающая кровать. Ну вот так, видите, опускается кровать. Мы ее до конца опускать не будем, потому что она упрется сейчас в сиденье, да? Вот, вот так опускается. Вот такая вот у нас двуспальная кровать. Все, больше мы опускать не будем ее, да? Но наверняка тут существует какой-то механизм, предохранитель, что если он уперся, то чтобы двигатели не сгорели. Вот, и получается еще дополнительная кровать. Ну, все большое, все огромное. Все идеально сделано. Все на высшем уровне. Холодильник, духовка. Это даже не микроволновка. Это духовка. Значит, естественно, автоматическая кровать. Переключение источников энергии. Здесь двери не какая-то там. Вы знаете, вот вообще эти автодома покупают достаточно обеспеченные люди, которые не любят плавать на яхте. Вот, ну, морская болезнь у них, а путешествовать хочется. Прекрасная альтернатива автодом. В нем не укачивает, наверное. Огромный душ. Кстати, дверь эта закрывается, как в фильме «Москва Касси Эпи» автоматически. То есть, наверное, подходишь, да, и пошел дальше. Вот, это шкаф. Ну, а эта дверь тоже, а нет, не автоматически, вручную. Вручную закрывается. Направляющие вверху, наверное, мощные, потому что во время движения вот такая вот вибрация. Да, очень много саморезов и вот это натуральное дерево. Поэтому именно большое количество саморезов и натуральное дерево позволило сделать не гармошку, а вот такую вот хорошую мощную дверь пластиковую, которая полностью отделяет спальню от жилого помещения. И еще, обратите внимание, значит, две двери, да, вот если мы сделаем так, да, если мы сделаем так, то у нас спальня оборудована всем необходимым, убывальником, туалетом. И если здесь ведутся какие-то серьезные переговоры, то тот, кто находится в спальне, может пользоваться всем жилищно-коммунальным хозяйством этого автодома. И наоборот, значит, если кто-то спит, а кому-то хочется сходить в душ, да, то, чтобы его не тревожить, мы все жилищно-коммунальное хозяйство автодома отдаем тем, кто находится здесь. Вот, то есть вот эти две двери, это традиционная схема, которая начала применяться и в дорогих хороших прицепах. Вот, ну и вот сама спальня. Кстати, я сюда зашел и почувствовал, что сразу акустическая обстановка изменилась. Это признак хорошего тона у производителей. То есть звук куда-то начал поглощаться. Он перестал отражаться. Давайте посмотрим, почему. Хотя люки открыты. Да, хотя люки открыты. Он не отражается, он поглощается. Создается уют, акустический уют. А вот и ларчик открывается. А здесь тоже обшито звукопоглощающим покрытием. Я зашел, сразу почувствовал, да. Видите как. Кстати, в некоторых кнаусах такое есть. В частности, в 900-ом кнаусе тоже обшито звукопоглощающим покрытием, но только стены. А здесь и стены, и потолок. Конечно, ну, слов нет. Я напоминаю, это автодом Le Voyager. Это самый дешевый автодом с гаражом для смарт-автомобиля. В России стоит порядка 22 миллионов. БУшных таких не бывает. В начале ролика объяснил почему. С вами была компания Дом в дорогу. Все подробности про этот автодом вы можете узнать на сайте домвдорогу.ру. Заходите на наш сайт. Если вам понравился ролик, пожалуйста, лайкните. Или, если вы не подписаны и вам вообще все нравится, что касается автодомов, подписывайтесь на наш канал. Но, подождите, не выключайтесь. В конце этого ролика мы вам покажем, сколько стоит самый дорогой автодом со смарт-автомобилем. Это самый дешевый автодом. А сейчас мы вам не будем делать видеообзор. Но мы вам сейчас просто покажем, сколько стоит дорогой автодом. Этот 22 миллиона стоит. 300 тысяч евро. Пошли смотреть самый дорогой. Ну вот, это самый дорогой автодом, который есть только на выставке. Внутрь мы заходить не будем. Значит, называется он VarioMobile. Если хотите, можете найти его в интернете. Значит, стоит он с таможенной пошлиной в России 128 миллионов рублей. Ну, слава богу, не долларов. Вот такой огромный автодом с открывающимся, с выдвижной системой. Судя по всему, там спальня. Единственное, мы вам покажем, что находится, что служит в качестве смарт-автомобиля. Да. Вот такое купе Мерседес. Ну, в общем, и так, самый дешевый с гаражом для автомобиля стоит 22 миллиона. А самый дорогой с гаражом для автомобиля в России стоит 128 миллионов. Если вас укачивает, и вы не можете себе купить шикарную яхту, как у Бабрамовича, пожалуйста, вот этот автодом.